Чтобы ваш автомобиль прослужил вам долгое время, за ним нужно ухаживать, особенно в зимний период. И сегодня мы решили обратиться к специалистам, чтобы узнать, как это делать. Наш консультант Ирина даст нам хорошие советы. Ирина, с чего нам нужно начать и на что обращать внимание? В первую очередь я бы, конечно, сразу для себя в голове определила, что все-таки началась зима. Осенний-зимний период, он самый тяжелый для работы автомобиля. Я бы рекомендовала проверить уровни жидкости, всех жидкостей. Если нужно, заменить тормозную жидкость. Если есть необходимость, проверить уровень антифриза и его плотность. При необходимости заменить. Ну и, соответственно, поменять масло на более качественное и устойчивое к низким температурам. Переобуваем свою машинку, на зимнюю резину переходим. Сцепление с дорогой становится хуже, гололед и, соответственно, тормозной путь длиннее. Обязательно комплект зимней резины. С наступлением морозов я бы не рекомендовала оставлять машинку на ручнике. Как только мы это сделали, на утро мы получаем проблемы в виде поездки на СТО. Потому что трасса ручника примерзает, обрывается и, скорее всего, поездку придется совершить на эвакуатке. Каждый автолюбитель сталкивается с тем, что зимой большие морозы у нас замерзли двери. Мы не можем их открыть. Чтобы этого не случилось, вечером, когда приехали домой, мы открываем дверь. Берем баллончик спрея силиконового. Ни в коем случае не брызгаем его на резиночке. Почему мы не брызгаем его на резиночке? Потому что спрей въедается в лакокрасочное покрытие. Пропитывает лакокрасочное покрытие. И потом, впоследствии, если нам вдруг понадобится все-таки покрасить машину, то и краска, и лак не лягут, к сожалению. То есть их будет разрывать, но это будет большой проблемой. Поэтому берем тряпочку. Берем тряпочку. Берем силиконовый спрей. Брызгаем на тряпочку. Хорошенечко ее пропитываем. И проходимся по резиночкам тряпочкой. Отлично. С утра мы спокойно откроем двери. Практически, да. Но я бы еще посоветовала померзнуть немножечко на улице, минут пять, открыть двери салона и постоять рядышком с машинкой, чтобы внутри температура воздуха стала такой же, как и снаружи. Что нам это дает? Стекла не будут применять? Наши стеклышки на утро не замерзнут. Если все-таки наш дверной замочек замерз, можно попробовать воспользоваться размораживателем замков. Что происходит? И попробуем открывать дверь. Зимой, если все-таки аккумулятор не новый и стоит уже несколько лет, рекомендуется проверить плотность электролита, обслужить аккумуляторную батарею. И, собственно, если она все-таки пришла в негодность, то заменить. Тогда проблем с утренней заводкой у нас не будет. Следите за новостями на портале городвитебск.бай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова